Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в тридцать шестом уроке. Мы продолжаем с вами разбираться с компонентом Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке я хотел вам рассказать про галерею, очень классную крутую галерею, которая внедряется в Gridbox. Я вот здесь быстренько, буквально за несколько секунд кинул галерейку с изображениями. Конечно же, у нас есть и слайдеры, и просто добавить изображение в самом Gridbox. Но в этом уроке я хочу вам рассказать о том, что вы не ограничены лишь функционалом Gridbox. То есть я хочу вас просто поставить в курс, что есть другие инструменты. И я сейчас скажу, почему именно этот компонент галереи. Во-первых, сам компонент галереи очень классный. То есть если вы не смотрели мою серию уроков про эту галерею, то сейчас ссылочка на экране. Конкретно про эту галерею есть у меня уроки. То есть в этом уроке я не буду вам разжуживать все настройки самой галереи. Просто расскажу про интеграцию этой галереи с Gridbox. Вот визуально сейчас вы можете видеть, что плитки изображения можно разместить вот в таком вот виде, обязательно в одинаковом размере. И это очень быстро и легко внедряется в Gridbox. И почему именно эта галерея? Потому что, во-первых, разработчик тот же. Во-вторых, эта галерея поддерживается компонентом Gridbox. Что это значит? То есть если мы зайдем в режим редактирования, допустим, мы создаем новый контейнер и хотим добавить плагин. Смотрите, когда вы установите галерею к себе на сайт на Joomla, галерея устанавливается так же, как и Gridbox, и создадите галерею, то есть уже в админке, то есть добавьте изображение, сама иконка галереи, она появится вот здесь в плагинах. То есть вот она и есть, эта самая интеграция. Никаких конфликтов не должно быть, когда вы используете галерею через Gridbox. То есть если какая-то будет другая галерея неизвестная, здесь может быть какой-то конфликт, там или отступы какие-то кривые, или еще что-то, там изображение вылазит и так далее. А здесь все очень просто. Когда вы установите компонент галереи, загрузите изображение, появится значок здесь, вы просто кликайте по значку галерея, и здесь будет список ваших галерей. То есть я назвал ее так, галерея. То есть можно создать неограниченное количество галерей. Вот я создал одну галерею, я по ней кликаю, и она тут же добавляется прямо на сайт в Gridbox. Вот вы это видите. И, соответственно, там есть много всяких примочек, то есть об этом уже обо всем я рассказывал, про саму галерею. Возьмите это на вооружение, потому что это классный инструмент, он отлично подходит вместе с Gridbox, поэтому я вам его советую. Итак, что по поводу плагинов. У нас с вами остался один плагин, сейчас я вам его быстро покажу. То есть я все плагины разобрал, какие здесь есть. Кстати, формы мы будем разбирать, то есть это, например, заказать звонок для лендинга и так далее. Ждите, обязательно будет серия уроков. Вот она, кстати, также здесь интегрируется. Вот вы видите здесь Forms. Это тоже отдельный компонент. У нас остался здесь лишь плагин Disqus. Вот он, вы его видите. Почему я его не разобрал? Во-первых, Disqus это сервис внешних комментариев. То есть вы можете подключить сервис, зарегистрироваться там и сервис подключить сюда. То есть это будет как бы форма для оставления комментариев вашими пользователями. Почему нет урока об этом? Потому что об этом я уже сделал урок. И как зарегистрироваться, и как добавить эти комментарии на сайт. Урок этот был именно в галерее, который я вам только что сейчас рассказывал. То есть нет смысла то же самое записывать. Эти уроки там есть. Поэтому этот плагин я не трогаю, потому что принцип там тот же самый. И теперь советы для новичков. Если вы не проходили мой курс по Joomla, базовый курс, бесплатный курс в YouTube, я вам сразу хочу сказать. То есть вы, например, начали изучать Joomla и лендинги только за счет вот этих уроков по Gridbox. Для вас я хочу сказать важные вещи. Во-первых, не забывайте делать бэкап сайта перед обновлением каких-то компонентов в Gridbox. Формы, например, галерею, сам Gridbox обновлять. И это вообще касается ко всем расширениям Joomla и к самой Joomla. По большому счету, в принципе, проблем быть не должно при обновлении. У меня за все время, я даже не помню случая, чтобы я обновился и как-то у меня сайт перестал работать. А вообще может быть такое, что вы обновитесь и сайт вообще перестанет работать. И если вы не сделали бэкап, то проблемы вам обеспечены. То есть если вы не разбираетесь в коде, вам разобраться будет это нереально вообще. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, нужно делать бэкап. Что такое бэкап? Это резервная копия сайта. Сохранить сайт в том состоянии, в котором находится сейчас, то есть в рабочем состоянии. За это отвечает хостинг. Есть, конечно, расширение специальное для Joomla. Я это все дело не люблю. Я предпочитаю, чтобы бэкапы делал хостинг. Но опять же, на хостинге бэкапы нужно периодически скачивать на компьютер, чтобы они там тоже хранились. Далее. Ну, если вы не знаете, как делать бэкап сайта, то, в принципе, просто на хостинге посмотрите все панельки. А если так не разберетесь, то, в принципе, у вашего хостера вы можете спросить, у них есть техподдержка, как делать резервную копию, или посмотреть в интернете вообще, как это делается. У каждого хостинга, в принципе, это по-разному делается, но называется это одинаково. Но опять же, если вы воспользуетесь хостингом, которым я пользуюсь, и который я рекомендую, там, в принципе, все просто. Там поддержка круглосуточная, можно даже ночью спросить, какие-то вопросы задать. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Что еще хотел сказать для новичков. Если мы перейдем в админку сайта, вы должны понимать, перед тем, как вы сайт отдадите на съедение Яндекса и Гугла, то есть добавите сайт в Яндекс и в Гугл, обязательно не забудьте сделать вот что. Пройти в общие настройки. Об этом, конечно, я уже говорил, но все-таки повторюсь. Название сайта. Обязательно здесь, то есть title для всего сайта, как называется. Здесь осмысленное название, да? То есть это обязательно нужно сделать, иначе ваш сайт никогда не будет, как бы, высоко в топе. Ну, это, конечно, верхушка айсберга. Про верх топа говорить, это там от много чего зависит от конкуренции вашей темы и от того, как вы будете раскручивать, так как ввести этот сайт и так далее. Вообще лендинги предпочитают платно раскручивать, так как, по сути, контент там не добавляется, и обычно сразу в Яндекс.Директ дают рекламу. Но сейчас не об этом. Сейчас я говорю о тех моментах, которые вы сможете сделать и которые нужно сделать. Ниже прокрутив на этой странице, обязательно нужно заполнить поле description. Это описание для сайта. Это нужно сделать обязательно. То есть это описание, оно не будет фигурировать где-то на сайте. Это только для поисковых машин. Дальше url. Человекопонятные url. То есть у нас вот здесь вот может быть, как сейчас вы видите, корявые названия, индекс, php и так далее. Обязательно также на этой вкладке сайт вы должны включить. Вот включить сайт чипу, перенаправлению, в принципе, url да, добавить суффикс к url да. И здесь, в принципе, написано, что нужно сделать. Об этом я уже говорил. Вот, например, видите, вторая колонка. Внимание, пользователи веб-сервера Apache. Прежде чем включить эту опцию, переименуйте файл htexas.txt. То есть прежде чем включать, сохранять, это нужно для человека понятных url, чтобы они были красивые. И вот эти вот url, которые изначально стоят некрасивые, они также плохо индексируются поисковыми машинами, особенно Яндексом. То есть это информация для новичков. И вот показано, видите, htexas.txt в точку htexas просто. Обратите внимание, что имя файла начинается с точки и не имеет расширения. Смотрите, я показывать это не буду, как делать, потому что об этом тоже был урок. Просто я ввожу вас в курс дела. Вы просто зайдите к вам на хостинг или на локальной машине, и в корне сайта там есть файл вот этот htexas.txt. Его переименуйте. В принципе, перенесите сначала сайт, например, на хостинг, переименуйте его там. Посмотрите заодно, как изменятся вот здесь вот url. Не будет вот это подставляться вот этого индекс.php. И только потом, то есть сайт у вас готов, все. После только этого вы отправляете сайт в Яндекс, добавляете его и в Google. И последний, еще один есть нюанс, так сказать, фикс для меню. Я здесь обнаружил. Сейчас я вам покажу, как это делается. Если вы делаете для вашего сайта фиксированное меню, а у вас подложка, например, вообще может быть темного цвета, то есть вот смотрите, сейчас посмотрим компьютерная версия, то есть вот оно меню, и на мобильных устройствах, то есть прямо через телефон или даже прямо через gridbox мы можем наблюдать, что меню загораживает просто напрочь наш сайт. Вот если вы столкнулись с такой же проблемой, это очень быстро правится. Смотрите, делается как. Нужно прописать небольшой код. Чтобы от руки не писать, этот код я приложу под это видео. Откройте тот документ, который я приложу, и вот этот код аккуратненько целиком скопируете. Далее, в режиме редактирования на сайте вы зайдете в общие настройки, хедер, кастом код и ксс. И в самом низу отступите и поставьте этот код. И сейв. Сейв. То есть визуально на сайте меню никак не изменится, но если мы пройдем в мобильную версию, то меню, шапка меню, оно будет всегда располагаться в мобильном устройстве над всеми блоками, как вы сейчас это видите, не загораживая элементы. Вот такой вот полезный фикс. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет также в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостинг». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второе, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры подогнал «Симон»!